Продолжим наш утренний эфир и теперь поговорим на довольно серьезную тему о мерах поддержки российских семей со стороны государства. С 1 января в нашей стране появилось единое социальное пособие. Какие семьи могут на него претендовать и какие суммы обещает наше правительство, обо всем этом расскажет наша коллега Дарья Шумович. Словосочетание правила нулевого дохода, комплексная оценка нуждаемости и имущественная обеспеченность стоит запомнить всем родителям, кто получает или только планирует получать детские пособия от государства. В 2023 году появилась новая выплата – единое пособие. Эта субсидия заменит ряд уже существующих дотаций от государства, таких как выплата женщинам, ставшим на учет по беременности в ранний срок, по беременности и родам, на ребенка до 3 лет, от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. В каждом случае средства предоставляются адресно, а размер пособия будет зависеть от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума. В Стридловской области эта сумма составляет 14 623 рубля. Для оформления выплаты учтут общий семейный доход заявителя, который должен быть ниже одного прожиточного минимума на человека. Допускается наличие квартиры, дома, гаража, мотоцикла, катера или моторной лодки. Если не соблюдать ограничения по имуществу и отсутствие работы у трудоспособных членов семьи, выплате откажут. Новая мера поддержки начала действовать уже с 1 января 2023 года. Заявление можно подать через портал госуслуг или многофункциональный центр. На нескольких детей достаточно будет подать одно заявление. Документы, подтверждающие доходы, специалисты запросят сами.